Берегитесь каждого своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой, говорит ложь, лукавствует до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф, вотро я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с челю народа моего. Язык их убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближними своими дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Это 700 лет до Рождества Христова. Абсолютно все создаются, что человечество делается не лучше, а хуже. Я в начале детского лагеря был, создал 45 лет. Дети прямо на глазах меняются, какие были первые и какие сейчас. Я перестал принимать некоторых, которые играют в компьютерные игры, а они совершенно ненормальные, бесноватые. Они не понимают, что они делают. Минута проходит, вот в храме стоим здесь, корточка такая большая открыта, лето. Только начали считать, падают они. Но он может, как говорится, придуряться. Но у него такое лицо белое делается, так не сделаешь. Вынесли там скамейку, положили, заходим, за раненем сапфира упала. Вынесли ее, тут уже глазами хлопает сидит. Заходим, третий упал. Когда вернулись мы в лагерь, я стал с ними разговаривать. Они день и ночь в этом компьютере. И показывают, как которые играют, пытаются от них отнять, как они на родителей бросаются, совершенно бешеные. Они не понимают, что есть жизнь, кроме вот этого монитора. Вот у нас качели. Стоит внизу парень большой, там 12 лет. Ростя наверху, палка большая привязана. Они раскачиваются, а там замка называется. Да и мне. Она отпускает, она летит и идет прямо в полбу. Кровь потекла, упала. Не может, как она вылетела из этой рамки. Там он стреляет, все падают, а тут опрокинулся, лежит. Проходит неделя, другая бабушка говорит, баба, я научился пел и есть. Достижение какое. Это люди, которые не следят ни за чем. Подозрение сегодня к тому, что в Евангелии написано неправильно. Перевод взял он неправильный. И вы это слышите. Не позволяйте этого. При вас если где-то кто-то говорит. Лучше русского перевода синодального в мире не существует. Это я говорю. А это, как говорится, моя десятая пропессия. Сколько я провел за Библией, речь идет о сотнях тысяч часов. Сравнив с другими. Какие языки я знал? Английский, немецкий, латышский. Нельзя даже близко сравнить. Вот сейчас перевод епископа Касьяна, православный епископ. Ну, бульгарный перевод. Что интересно, что этот перевод наш, который сейчас лежит здесь, официально приняли католики, баптисты, адвентисты седьмого дня и другие, которые сектанты есть, они приняли до буковки. Ну, есть такие, как называются, свидетели Югова, это они даже не христианские, а не новый всемирный перевод. Христос с этим родословно не сходится, то есть такие мерзости изрегают верующие. Не поддавайтесь на это. Речь идет не о одном человеке, а о народе, израильском народе. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Первая коренция, 10 глава, 6-11 стихи. Это образы. Мы прочитали, ну, до фановой роли Кореи понялись, что это очень всех сектантов. Они оторвались от церкви. Вот мне приходилось много преподавать, Слово Божие. Ну, и грифельная доска такая, я разделяю, тут юристы сидят с большими званиями, там, академики, профессора. Я говорю, вот наказание такое, вот это преступление, отгадайте, 10 суток, ну, это, там, заругался, я это на вокзале где-то. Год, я по порядку веду. И они говорят правильно. Смертная казнь. Ну, это, начинает говорить, измена о родине, там, много наделал, там, с малолетними, то другое. Живем в землю, в ад. Такой статьи нет и есть. Чисто в 16-е годы. Живем с женами, с детьми, с шалашами, со своими шатрами, которые были, ну, по балагам, по-нашему, со скотиной, живем в ад. Больше нигде нет этого. А за что отделились от Моисея? Это уча всех сектантов. Это не я говорю, это Слово Божие говорит. Мы не должны смотреть доверчиво слишком. Мы говорим о слое подозрения и неверия. Доверяет ли Бог всем? Слово Божие будет нам говорить. Я попрошу внимания, прочти еще раз это. Внимательно послушайте, что это у нас. И где не так сразу. Не надо даже слух про себя сказать. Господи, меня это уже забело. Этот стих про меня или рядом. Что же я делаю? Считайте, с какой скорбью это говорит Господь и Иеремия, Духом Святым. Берегитесь каждой своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев. Ну, а как не доверять? А как тогда жить? А как? Вся милиция, КГБ, в воинские части только на этом живут. Не доверяют, везде обман. Я говорю, а как в это что? Подозрения падают. Потому что человек стал что-то не так себя вести. И потом начали, кто это сделал? Страшно. Один за другим и богатый людей стали теряться дети и находят их подвешенными в лесу с отрезвыми половинными органами. И наконец узнали, в чем дело. Что они, убийца, который сделал, они над его сестрой издалялись когда-то. Их никто и не жалеет. Ну, конечно, осудили. Другой, что там делали с ним? Этот, Шамсудинов. Он ночью, когда лезли себе спать, взял автомат и застрелял. Это сразу должны быть. Восемь человек застрелил. А за что? Что они делали? А почему офисторы не помогали? Так они и делали это. В мое время даже об этом не слышали. Дедовщина. А сколько в армии? Полтора года. Приславили, как он? Полтора года. 25 лет служили в армии. Все у нас изобрещено. Ты наоборот. У Суворова в армии была дедовщина? Конечно, нет. Молодой, которого взяли, они стараются опыт передать, научить, чтобы он не погиб, он защищал, берег себя. Сегодня другая обстановка. Другая обстановка в семьях. Мне приходилось много судить. Ну, там, звание высшего-то генерала. И вот он рассказывает, как познакомились. В доверие вошел. Прописали. Разводятся квартиры пополам. И ничего нельзя сделать. Закон стоит именно вот так. Разводятся, как правило, детей, матери. А что она женщину воспитает, когда двое или трое мальчиков растут? Ему мужская рука нужна будет. И уже доказано. У меня был один доверенный, или как отдали отцу. Он был. Нормальный парень вырос. Ничего не было. Мать начала у нас жаруаться, а потом сказали ей, она посмотрела, попросила прощения, разрешения. Можешь я сама приеду сюда? А сын ее здесь, Тимоша, сейчас вырос. Нормальный, хороший парень. То есть, не надо становиться даже на сторону мирского закона, если Библия об этом не говорит. А если ты не знаешь, слушай еще. И следующий стих. Мы внимательно послушаем это. Это боль наша. Это Бог говорит. К нам говорит. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Преткновение, то есть, что-то такое сделать, там, нечаянно, где-то ты об этом преткнулся, не буквально запнулся, а какое-то событие. Я вот, ну, знаю, когда он, он фермер, у него все так успешно, сколько злодействий еще против него. У меня двоюродный брат, живет Иван Мальчиков, Иван Новомовец здесь. У него все на первом месте. Кукурузе, этот, шквори, привязали, ясно, что он в барабан залетел, все разваловывал. И он теперь один, копаются они, он все отремонтировал, сделал, опять на первое место вышел. То есть, претенденты на первое место, а сами ничего не умеют делать, только злодейство. У меня в конце будет просьба ко всем, помогите об одном деле нашим. Дальше. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Ну, кто-нибудь скажет, откуда знать, Бог говорит. Бог сказал все, это говорит Господь. Никаких вопросов не может быть. Именно так и есть. А сегодня, и сегодня это хуже, только намного. Правители обманывают, депутаты, которые избирают, и что они делают? Когда начинают смотреть, ну, где мы живем, в сумасшедшем доме. Как же так? Тебя поставили руководить, избрали, да он голосовал. Я никогда не голосую, поэтому мне как-то легче переносить. И оказывается, он за это время, что они делали? Банда останавливает машины, грабят. И руководит, кто капитан милиции, женщину, убийцами. Нас дорогой останавливали, у нас была хорошая собака, и выдвинуть, так подумали, что это имена, они сразу отступились где-то. Мы прошли всю Европу, посмотрели, как в других странах. У него правило, здесь нельзя, только в гостинице. Они подъехали сказать полиции, у нас собака залаяла, они отъехали, не стали нас трогать дальше, а мы на чеваре поехали. А у нас так написано, я тебя загоню. Ну, куда? А мы там пообедали, поставили машину. То есть, за рубежом по-другому рассуждают. У них на все абсолютно порядок есть. Вот, нельзя, значит, нельзя. Я спрашиваю, а здесь вот можно? Здесь не, не, нельзя с собаками гулять. Вот там вот, здесь нельзя. У нас никаких этих законов, они есть, они не действуют. У нас есть божественный закон. Закон на все века, на всех наций, на все времена. Доверять или не доверять? Считаем еще дальше. Приучили язык свой, говорить ложь. Лукавствует до усталости. До усталости. То есть, вот когда мне себе рвутся, все это судят, судят, а сами ничего не знают. Да вот он и президент не такой, он тут другой. 20 лет у власти я в курсе этих дел. Мои книги видели у него в библиотеке. Мне дано повеление молиться, не судить. Это дело непростое. Я просто к этому призываю молить и за царей и начальствующих. Мне не дано решать за них нигде. Это слишком ответственно. И ночью-то молишься, когда включи его, и там Владимир, и здесь Владимир, два Владимира. Помолиться за них надо, чтобы Господь по-другому как-то сделал. А как я не знаю. Мы знаем только одно, что будет суд Божий. И суд страшный, и все лукавство, которое подделывали, кого-то взрывали, мост обзорвали крымским. Все будет явлено. А надо это было. Люди знать еще не знали, все погибли. А сколько их таких? В метро, взрывы везде, на детских площадках. Все на мусульман валят. Да не все же они делают. И далее. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Меня говорит Господь. Меня с большой буквы? Да. Отрекаются знать. Начал. Да пошел ты со своей Библией, тут носитесь. Как люди будут искать? Молодые люди от моря до моря будут, я понимаю, от Балтики до Черного моря будут ходить искать, послушать, слуха Божия, и не найдут. Вы считаете, пророка Амоса. И они не просто не найдут, но такая будет жажда, у меня есть не хочу. Истоевать будут, то есть худые будут такие. Ну где послушать? Поэтому я всем советую Евангелие, которые бесплатно раздают где-то себе павлейку. Сохраните. Выписать электричество, и ничего у нас нет. Мы должны быть очень внимательны к тому, что сказал Господь. Слово им вечно. Бог, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот сколько пытались говорить. Ну, не надо было, это был Максим, у нас тут, епископ. И вот мы вам прислали тоже, который митрополитом стал. Это одна из богатейших метрополий, Антальский край, жительство всей Сибири. Ну и народ богатый, больше как-то жертвует. И когда какая наша была встреча, и какая последняя была. Я говорю, Владыка, чтобы нас не разнущили. Сколько научников, о которых тревещенную усталость. Он бы вот так показал. Уже стучат рогами, стараются нас разнущить. Но молиться надо. И вот, сегодня считали, от епископа, Каштора Атония, этот, благощинный Виталий, я правильно сказал? Вот так. Ну, я немного с ним поговорил. Ну, а как вы думаете, серьезно или нет? Да, очень серьезно. Я ни в одном деле не заподозрил, что они стараются какими-то путями нас затянуть. Бывает, и Пехане подчиняются, и ПЦ воюют. У нас этого нет. Они поминают патриарха, мы все. Но мы прямо напрямую им не подчиняемся. Мы туда не входили. И они это знают, и перестали даже намекать. Пишут, что наши общины уникальны, там то другое, ну и прочее. Это в журнале у них покров, журнал для семинаристов. Посему так говорит Господь Саваоф. Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать со щелью народа моего? Вот, понимаете, Господь расплавит. Вот только вы думаете, что это? Это говорится о нашей плоти. Догадываться тут по-разному может быть. Война там, а там дальше. Ну, что угодно может быть. Я расплавлю. Это народ мой. А умышленно забили туда. Я немножко сегодня только сказал. Если есть суд Божий, надо смотреть туда. Вот сегодня за столом, когда сидели, я сказал, ну, вообразите сейчас. Мы во временной форме с апостолами. Нету ни храмов, ни смятильников, ни икон, ни алтарей. Ничего нету этого. Ни визы эти, ни литургии. Нет ничего. Дарих, лет преломили, подарих. Вы верите в это? Верят они в это? Скажите, что вы будете делать? Конкретно. Вот выставили. Если это будут какие-то стектанты, как баптисты, ну, скажут, я так и делаю. То есть они за церковью. Я не за них говорю, а к тому, что мы должны понимать, все остальное, это не на первом месте. Я все это признаю. Сегодня причащался. Я ни к чему не прикасаюсь, лишне туда не захожу, хотя имею возможность. Но я знаю, что на первом месте будет слово, по которому Бог будет судить. Евангелие Фиана 12, 48. А раз по нему судить, вот эта конституция, так назовем, это для нас. Чаще смотрите суда, чтобы не промахнуться. Подозрительность, вредная, но подозрительность, когда все вокруг вот такое, доверять не надо. Кто-то постучал, дверь открыла. Зачем открыла? Ножа была. А он ничего не сказал даже. Вот сразу нотащил дома, а я сразу ударил в горло его. Ну, а потом что? Перочином ножиком отрезал голову, вокруг зашел престол, и престол болосил. Вы знаете, о том, я говорю, близкий нам человек так погиб. А я ему когда говорил, ну, вы боитесь? Боюсь. Зачем открывать? Боюсь, смерть. Стучатся в нем. Откроете. Женщина. Вы сейчас боитесь, что ли? Ну, 14-12 дня. Ваша бабушка тут пирожками торговала. Я одна. Я сверплываю, я гляну, там два здоровых мужика стоят рядом. Зачем бы я открыл? Вот какое дело. Будьте, будьте внимательны во всем. Это единственная неповторимая жизнь. И это не у нас только. Это считают в Англии сейчас, в Африке. И везде относятся к нам. Они все скажут к нам. Считаю. Книга Иова, 4-18. Вот, закладочка. Всем у нас по картошке, тут мы все немножко по-другому. Иова, 4-18. 18-21. Да? Считай. Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелов своих усматривает недостатки. В ангелах, которые не обременят их плоти, и Бог усматривает их недостатки. Что же так вот по полу там ужить-то? Ты сначала проверь, кто он, с какой целью. Хороший, знакомый, ко мне приезжает. Я могу назвать его фамилией и все, но ваша мать Алла Патеревна, она знает это так. И он говорит, за столовки, далеко садись в мотоцикл с люлькой. Да я тут недалеко подойду. Садись! Не снял я, а он из балтистов. Хитрый как бы. Я хотел разогнать тебя об столб ударить. Об столб, потому что я в люльке сижу. И чем кончилось родной сын, его залезло в дом. Вот как. И Саше этого не стало. Не всем доверяйтесь, а проверяйте. А у вас есть какие-то критерии такие? Ложь и истина. Не торопитесь. Он приехал оттуда. Кто такой? В дом не вводитель. Ко мне часто приезжают. А кто такой? Могу созвониться. Недавно приехали и хотели видеть, а нас не было. Хороший человек. Назвался Сергей, а дальше не сказал. А он оказался пришел по проповеди из Баптиста, стал священником и хотел побыть среди нас, а никого там наползного-то и нету. Он не сказал, батюшки говорили, что я откуда знаю, Сергея, но если бы сказал Пестов, но все бы знали. Тут определенно. То есть приглядывайтесь. Сказали, а такого-то человека, а вы какой-то вопрос задайте. А где он что сказал, каким-то образом. Оказалось, что у человека ни одного слова правды нет. А зачем ты это сказал? Ну, дальше говоришь, что голос дымом станет. А ты молись, верь, что Бог сказал и что говорит там Святая Библия. Далее. С 18 по 21 стих. Тем более в обитающих хроминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они все исчезнут. Люди, которые плохо делают. Не погибают и с ними и достоинства их, они умирают недостигшим мудрости. Дальше. 15 глава, 16 стих. Тем больше нечест и растений.